смысл жизни пока все еще в поиске я была максимально хладнокровна потому что я понимала что в сознании только я есть время для этого нельзя верить ничего про это не понимая мне как фольклористу как этнографу очень интересная именно национальная культура просто отсекла лишнее человек 20 лет принимает крещение отсекает то что было лишнее очень интересно что же было лишнее все что мы делаем без любви оно не имеет никакого смысла это проект в смысле в этом пространстве мы говорим о том о чем часто молчим или сомневаемся что переживает человек во время аварии как влияют на нас другие люди как меняется жизнь после крещения на эти вопросы ответит нателла багдасарян фольклорист исполнитель народных песен руководитель творческого коллектива и просто активный деятельный человек участница молодежного центра при храме святителя спиридона нателла ты вообще как часто себе на самом деле позволяешь говорить самой себе о смысле своей жизни это вообще частая повестка дня для твоего в ритма будней вообще есть время для этого я думаю что дело в том что мне 25 пока еще и смысл жизни пока все еще в поиске это тоже вот какой-то какой какая-то форма смысла последний раз что тебе заставило об этом подумать я познакомилась с одним человеком и он говорит слушай а ты а почему ты не пробовала куда-нибудь не в свой вуз поступать куда-то другое место а ты вообще когда-нибудь где-нибудь жила кроме краснодара и меня это настолько вот внутри перевернула что вот это такая точка которая заставила меня задуматься вот недавно вот слово прикольное заставила то есть получается вот сам себе утром не нальешь кофейка не откроешь вообще какую-то там тетрадь вообще для умных мыслей не начнешь сам себе формулировать тебя что-то заставляет вот подталкивают либо люди либо обстоятельства а с кем ты делишься этим всем это все внутри тебя происходят эти все диалоги либо ну вот в данном случае был собеседник а вообще с кем есть возможность поделиться ну вот своими сомнениями у меня есть какой-то такой близкий круг друзей коллег педагогов которые стали впоследствии коллегами я работаю в доме культуры в котором выросла воспитывалась и занималась и многие из нынешних моих коллег это все-таки мои педагоги в первую очередь и и конечно я ну вот 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 какими-то своими душевными переживаниями или просто размышлениями я всегда делюсь со всеми какие люди тебе какой смысл подарили в этой жизни от кого ты какой-то импульс взяла это стало твоим смыслом был человек благодаря которому я сегодня в профессии благодаря которому я вообще жива сейчас потому что ну там не не громкая фраза это очень конкретная ситуация к сожалению этого человека уже нет с нами но память и то дело которое она мне подарила и то как она верила в то что я справлюсь с этим вселяет меня до сих пор какие ну вот уверенность том что я иду все-таки правильным путем это директор дома культуры в который я пришла еще подростком ленвана горбунова честно делать свою работу это уже следовать тем принципам которые нам завещала скажем так ленвана я думаю что во мне от нее вот это честное отношение к делу к работе хотят ну работа тут слова знаете такое очень формально к делу к профессии к фольклору глава там высокая цель например сейчас если мы ее захватываем я знаю что пять лет назад случилось два важных события да ну почти пять уже вот расскажи об их взаимосвязи 15 мая 2016 года мы ехали на фестиваль и ну очень шумно что-то обсуждали по дороге попали в аварию в которой вот непосредственно потеряли ленвана и дальше началось вообще что-то очень странное начнем с того что в моей жизни там за год-полтора до этого появились люди которые меня очень полюбили ко мне очень хорошо относились и ну вот это семья священника одного моего близкого друга вот и это было первое соприкосновение с людьми которые носят православие находятся в сане там в сане да вот такой прямой контакт первый ну как ну мой друг отец владимир иванов привет хочется передать привет но просто не каждый может сказать у меня друг священник отец там иванов как мой друг который полностью вообще ломает все стереотипы о православных священниках если так можно выразиться потому что все мои знакомые которые знакомятся с ним вот не из церковной среды они каждый раз пребывают в таком шоке что да ладно что так можно да вообще серьезно в чем смысл вот такого смысл наверное в том чтобы показать что мы все ошибаемся ну чаще всего и что не нужно навешивать ярлыки потому что как правило но наши представления и реальность расходятся особенно в таких вопросах которые очень подвержены стереотипам да ну так или иначе у нас у всех есть какие-то стереотипы связанные там с церковью да или там с народниками с тем же я просто о больном говорю только то что знаю называются народники это люди которые народники это люди которые занимаются народной культурой и как бы как правило их почему-то сравнивают с какими-то сектантами или с язычниками которые ходят вот вот как православные почти допят вот в юбках в платочку да 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 обязательно ой тыгой если добрый молодец и все такое поют калинку калинка ненародная песня друзья ну так вот вернемся к теме авария да получается что я быстро сигнализируя всем там своим друзьям знакомым родственникам что вот случилась авария и что вот ну я там-то там-то мы все вот тут и едем вот туда и мне мой друг отец владимир пишет скидывает текст 90 псалом псалма почему-то я так сказала и говорит вот читай и вообще как все закончится идем тебя крестить потому что не дай бог с тобой что случится я же тебя даже помянуть по-человечески не смогу и ты это услышала в тот момент да да я вообще была как никогда ну то есть я даже в обычной жизни не бываю в таком ясном уме как я была тогда потому что ну мне вообще не присущ холодный расчет а там я была максимально хладнокровно потому что я понимала что в сознании только я из пятерых людей которые находились в машине что-то себе узнала в этой ситуации открылась какая-то внутренняя сила которая в этом в этот момент ну до этого момента я не чувствовала а тут я понимаю что так как от меня зависит сейчас какую информацию получат люди там в городе потому что они точно должны приехать к нам это кстати 15 мая 2016 года это день жен мироносец был и мы ехали как бы как раз фестиваль был в честь этого праздника и многие наши коллеги как раз были на службе в храме я слышу ты говоришь что день жен мироносец вы едете на ну четко нишевое тематическое мероприятие да при этом ты человек некрещеный вокруг тебя все вот там поют и танцуют да а ты в это все как бы как бы да скажи у тебя было ощущение задавала себе вопросы а может быть мне тоже вот эта культура близка настолько но я понимаю что авария тоже явилась стимулом там да для того чтобы там ну и слова твоего друга там да там четко сказанное но тем не менее ты же в этом жила с того момента как я стала заниматься традиционной культурой я стала чаще бывать в храме по разным причинам там ну еще задолго до крещения в том числе и было было такое что там опять же мои педагоги люди взрослые которые на меня влияли говорили о том что натэл ну давай мы тебя уже покрестим и я так так потом отмахивалась мне тогда одна наша вот знакомая сказал потом может быть поздно мне тогда очень впечатлила эта фраза думаю почему так но вообще фольклор конечно очень сильно повлиял на выбор святки масленица потом великий пост так или иначе в них 40 и мой коллектив которым в котором я занималась и которым я сейчас руковожу детский фольклорный ансамбль жаворонки мы считаем своим ну там негласным праздником 22 марта такой наш день рождения 40 и мы печем жаворонков ну то есть как бы потом троица и ты когда год от года проживаешь одни и те же праздники которые неразрывно связаны с церковным календарем и имеют под собой исключительно христианские смыслы и когда это стало твоим календарем я думаю что этот момент сложно отследить наверное когда это пошло там по второму по третьему кругу это уже какая-то такая но это даже не работа ну то есть вплоть до того что мы вчера продумывали план мероприятий и там дошли до середины марта так стоп это первая неделя поста мы не будем это делать в первую неделю поста вот потому что потому что это неправильно по отношению к традиционной культуре по отношению к моим личным убеждениям да в страстную седмицу в этом году впервые за вот все время я вообще взяла отпуск ну потому что я считаю что в эти дни важно быть в храме для меня важно и то есть для тебя этот переход произошел естественным образом да вот у тебя было крещение после аварии и получилось не до и после а вот это как-то вот в логике твоей жизни да да естественно действуя потом по вот принципу что душа по натуре христианка меня не было такого что вот мы до этого единственное что возможно я в какие-то моменты тоже просто отсекла лишнее вот после крещения произошел какой-то такой вот отрыв от того что меня держала вот но не давала мне двигаться дальше наверное так ну ты можешь детализировать что это были за вещи это просто интересная история человеку 20 лет принимает крещение отсекая то что было лишнее очень интересно что же было лишнее ну там я не знаю у всех же мне кажется многие из нас проходили в разное время там будучи крещенными и не крещенными через какие-то там гадания или там увеличение восточными культурами мне очень нравилась индуистская культура вот прям очень я очень любила и люблю индийское кино вот есть такая слабость и вот эта вся культура как они там рисуют хной на руках я знала обозначение всех вот у них символов как отличить замужнюю женщину от незамужней что они делают с этой самой хной там после того как невесте расписали руки то есть это было страшно увлекательно и вот какие-то такие вещи они вообще очень быстро увлекают и когда сейчас смотришь индийский фильм ну руки ты не разрисовываешь хно это видно да окей но тем не менее уважение к культуре осталось ну просто на уровне просто вот границ да просто ну и четкое появилось разграничение культурных особенностей и религиозных особенностей мне как фольклористу как моментами даже этнографу очень интересная именно национальная культура но религиозная составляющая тоже только на уровне интереса чтобы понять лучше да и все так тогда какие смыслы вместе с крещением пришли в твою жизнь как сложно вот как бы абстрактно ты понимаешь да я понимаю что такой вопрос возможно ты сама себе даже никогда и не задашь смыслы ну вот когда в прошлом году так получилось что очень здорово совпало да что карантин вы начало карантина как раз выпала на великий пост и я вот съехала со своей соседкой которая тоже из церковной среды мы ходим в одну молодежную организацию молодежь храма святителя спиридона тримефунского находится на коряки на этот храм замечательный совершенно и мы прихожане этого храма и мы часть общины я вообще впервые столкнулась с этим в городе что городском храме есть община есть вообще слово община такое сразу что это по другому не могу сказать потому что прихожане практически все друг друга знают но силу того что он и храм небольшой как это вот мы часто видимся есть воскресная школа есть молодежка есть прихожане да есть братство и все это какая-то такая мощная система и большая семья когда ну вот ты приходишь в храм и тебе улыбаются тебе рады потому что тебя как минимум узнают да как максимум ты просто пришел и это здорово сколько лет это есть в твоей жизни с 2017 года то есть уже вот четыре уже ровно четыре года как раз вот в день сретения господня 2017 году 15 февраля я впервые выступала в на концерте в этом храме и как так сложилось что нас стали связывать потом отношения такие что я переехала сюда в этот район и мне стало удобно ходить в этот храм и великий пост мы в итоге прожили вот как-то максимально хорошо с каким смыслом со смыслом следующем что вот вот эта фраза расхожая что я в храм не хожу меня бог в душе это вот сплошное лукавство это самообман в первую очередь потому что нельзя верить ничего про это не понимая и вот этот пост прошел меня со смыслом познания какого-то понять что-то больше почитать что-то больше и теоретическую литературу и непосредственно духовную литературу и вплоть до того что мы в итоге читая дома страстные евангелия я читаю и мне каждый раз хочется плакать хотя я ну плохо знаю писание объективно я вообще в этом духовный младенец это как раз вот про меня абсолютно я мало что про это знаю мало что читала но читая страстные евангелия я плачу потому что это жестоко по отношению к какому будто ни было человеку неважно кто это просто мимо проходящий там бедняк или спаситель мира это жестоко и мы то есть вот евреи которые описаны в евангелии это мы это каждый из нас и ну как бы не нужно себя отделять от того народа который предал христа потому что это все мы и и для меня вот вот смысл в том чтобы как-то понимать начать понимать себя узнавать себя и через это познание ты познаешь мир вокруг тебя и все что происходит но и главное конечно расхожая фраза которую почему-то очень любят там протестанты что бог есть любовь но это правда бог есть любовь и любовь занимает важное место и в православии и в моей личной жизни потому что все что мы делаем без любви оно не имеет никакого смысла вообще жизнь без любви не имеет никакого смысла неважно любовь это как романтическое какое-то отношение к там твоему человеку или это просто там любовь к ближним любовь к собачкам к цветочкам так чему угодно любовь это не то что это то что нас наполняет это то что наполняет лично меня есть одна книжка в которой транслируется мысль что любовь она в тебе и ты сам выбираешь куда ее направить вот я тоже придерживаюсь такого принципа и вот мой смысл такой что нужно любить то что ты делаешь и делать то что ты любишь обязательно и даже если ты по каким-то причинам это не любишь вот у актеров есть такая хорошая практика когда ты играешь отрицательных персонажей этого персонажа нужно оправдать для себя вот тут тоже ты должен за что-то полюбить то что тебе нужно делать и тогда ну у тебя получится это иначе ну у меня не получается не знаю может быть но есть люди которые ходят там на нелюбимую работу или просто вот день от дня делают то что они не любят я даже убраться дома при когда лень когда прям плохо да я лучше это не сделаю но потом я полюблю это да потому что я люблю пространство в котором я живу я люблю себя и хочу там чтобы у меня было чисто и только тогда это получится хорошо и качественно не ну это просто предвыборный спич все снято проект в смысле только стартовал впереди еще много осмысленных историй